Еще осенью Чувашия перешла на новую систему обращения с отходами. Однако до сих пор не все муниципалитеты оборудовали контейнерные площадки. А собираемость за вывоз мусора оставляет желать лучшего. Как решить эти и другие вопросы, глава Чувашия обсудила с представителями ответственных министерств и ведомств. В совещании в режиме видеоконференции приняли участие и главы администрации муниципалитетов. С октября региональный оператор вывез на полигон около 900 тысяч кубометров отходов. За это население республики должно заплатить более 300 миллионов рублей. Пока счета оплачены только наполовину. Производитель мусора является все равно человек, и человек должен отвечать. Тариф для города 75 рублей 70 копеек с одного человека. Для сельчан чуть меньше 60 рублей 71 копейка. Хорошая собираемость в Чебоксарах, но в Чебоксарске и Чебоксарском районе. Совсем другая картина в Батыревском, Красночитайском и Комсомольском районах. Главная задача, которая сегодня стоит, это наладить сбор за вывезенный мусор. Второе, это чтобы населению было понятно, что мусор вывозится. И здесь в постоянном режиме сейчас с главами муниципальных образований, поселений, оператор отрабатывает графики по вывозу мусора. Отстраивается под пожелания именно в первую очередь поселений, глав. 50% оплаты не собрана, соответственно, идет недоплата перевозчикам. Это вот следующая проблема, которая может возникнуть. Чтобы улучшить собираемость сборов за вывоз мусора, нужно наладить этот самый вывоз. Пока контейнерные площадки оборудованы не во всех населенных пунктах. Подминистрациям районов необходимо в кратчайшие сроки провести конкурсы, завершить благоустройство площадок срок не позднее до 1 июля текущего года. На 1 марта 2019 года установлено 17 488 контейнеров. Из них региональный оператор за 5 месяцев организовал силами перевозчиков установку 2295 единиц, в том числе в 2019 году 1105 контейнеров. Кроме того, сейчас оплатить услуги регионального оператора без комиссии могут только жители лишь нескольких городов, в которых установлено специальное кассовое оборудование. Остальные могут оплачивать услуги через онлайн-сервисы и банковские терминалы. В принципе, сегодня наиболее оптимальный вариант для сельского населения – это оплата через Почту России. За сбор берут 8 рублей, то есть это значительно меньше комиссии. Закупить достаточное количество контейнеров на каждом полигоне, установить весовое оборудование для измерения объемов ТКО, и в каждом муниципалитете наладить оплату без комиссии. Такие задачи поставил глава Чувашии перед ответственными ведомствами и главами администрации муниципалитетов. Решить их необходимо до 1 июля. Также на совещании обсудили, как идет техническое обследование образовательных организаций на территории Чувашии. После ЧП в Румарском районе, когда частично обрушилось здание Большечакинской школы, в республике начались проверки всех школ и садиков. Цель – получить субъективную картину о проблемных объектах, чтобы вовремя принять меры. Это плановая системная работа, чтобы нам понимать и приоритеты правильно расставить. И выделить деньги на те общерозавательные школы через муниципальное образование, чтобы своевременно действуя упреждающе обезопасить наших ребятишек, учителей и родителей. При приеме школ к новому учебному году глава Чувашия рекомендовал акцентировать внимание на состояние несущих конструкций. Нельзя допустить, чтобы школьники начали учебу в неподготовленных полуаварийных зданиях.